Спасибо большое, Вилат, спасибо, Каспер. На что рассчитывали Cloud9, когда перед 17 тысячами людей они идут забирать Рошана на первом левеле? Я не знаю, на что рассчитывали Cloud9. Реально непонятно. Я совершенно неизвестно. Интересно, чья вообще эта идея? Мне кажется, может, EternalLand просто реально в голову внезапно взбрело. Он такой думает. Ну он же капитан, слушай. Да, и говорит, давай, ребят, что ты очкуешь? Чик, 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 мысленника. Бонны семь, я тысячу раз так делал уже. Тысячу раз. По-тихому, да? Да, по-тихому, по-тихому. Но, к сожалению, когда ты пытаешься забрать Рошана перед толпой тысяч, ну, пускай тут не 17, 15, допускай 10. 10 тысяч человек, и они все такие одновременно делают. И комментаторы еще, которые очень громко говорят, и, вероятно, что-то все-таки слышно. Доманда противника понимает, что либо там пик минера, либо там килл Рошана. Просто, чтобы понимали зрители, кабинка защищают от звуков, но не полностью. Когда весь зал орет, ревет или делает один и тот же звук одновременно, это слышно. Когда еще Тоби говорит. Да, когда еще, да, ну так весь зал группу раздел так, а Тоби сказал. И все такие, все такие же раз замолчали. Да, и все такие подумали, что это смог просто, наверное, в ЭДЖ, я думаю. И зажмемся-ка мы под базой. Под Рошаном, под Рошаном. Ну, на самом деле, даже если бы, даже если это не сыграло роль, мы-то не знаем. Это надо у игроков спрашивать. Услышали? Ну да, в любом случае, в любом случае, пик палевный. Очень палевный, очень сильно палевный, и надо идти чекать Рошана, потому что это решающая игра, и тут все очень важно. Да, и, ну, на что рассчитывали реально? Ну, просто пришли самым обычным пиком, такой, который долго убивает Рошана. Я понимаю, можно, например, прийти с каким-нибудь лундруидом там, который танчит, ты ничего не теряешь. И урзой, которая бьет, и три нюкера каких-нибудь. Ну, я, конечно, не знаю, ну, какие-то такие страты. Ну, просто взять Базиль, смог, накупить хилок на все бабки, и просто пойти на Рошана. Ну, это же, ну, вот, как раз можно еще раз наглядно посмотреть. Отлично, Ротяки, кстати, заедет сейчас, да, яд по всем. Бейл по троим. По четверым. По четверым даже, просто смазал ядом. Тут сразу умирает Синг-Синг, еще фишкурка хорошая. Также С9 здесь на последних пичках убивает. Энгел умирает, все умирают. Ну, и даже никого разменять не вышло, а минус три вроде, да, тут Швайлайл? Да, минус три. Ну, вообще, честно, для меня это чуть ли не худшая игра на интернешнале. Ну, по крайней мере, если брать вот плей-офф стадию. Потому что, ну, вообще, да, я тоже не говорю. Потому что, ну, черт знает что, какой-то Рошан, что-то минус, потом в АГ ведут 5-0, потом начинают дико фидить зачем-то. Ну, реально, фид пошел страшный. Так что... Они не были похожи на себя вот в свою игру, вот реально. Ну, как бы, это не те, вичи геймеры, которые... Ну, может, какой-то расслабон, их настиг. Возможно, они уже просто подумали, что все, мы в шаге от того, чтобы выиграть это БС ТОФ 3 и дальше ждать уже соперника в игре ДК и ОГГ. И занять уже минимум топ-4 на Интернешнл. Да, это супер. Ну, мы помним, что Энви перед началом Интернешнл говорил, что Изи он доберется как минимум. Это не Энви говорил вроде, но кто-то и сказал. Что Изи доберемся до топ-6 минимум. Ну, вот, собственно, на топ-6, ребята, и остановились. Я предлагаю взглянуть на турнирную таблицу, посмотреть результаты матча, и чтобы вы понимали, кто с кем будет играть дальше, кто играть будет сейчас. Сейчас у нас будет продолжение матча LGD против ДК. Но пока вот, вы видите турнирную таблицу. Вич и Гейминг будут играть сначала против победителя матча ДК LGD, а потом победитель этого матча встретится с ЕГЭ в финале Лузеров. Но давайте мы пока еще чуть-чуть поговорим про... А, у нас есть интервью с победителем Рота Кап. Давайте посмотрим. Поздравляю, и я хочу сначала вернуться к первой игре, к пику МИПа в первой игре. Вы не смогли противопоставить по драфту ничего этому. Какие были мысли, когда игра началась, по поводу пика МИПа? Ты думала, что в этой игре не выяснили, что вы получили, когда играли. То есть, что мы не будем играть из игры. Мы не могли играть из игры. Но я думаю, что мы думаем, что мы наиноги. Но мы думаем, что это не Hydra 2-2. Мы гимн, что мы не можем играть из игры. Всего у нас 모두 не может играть из игры. Для этого я не думаю, что мы не спрашиваем. Неuldяйте. Перед тем, как даже видеть пик Cloud9, команда знала, что это будет MIPA. Но у них был Airshaker и Tidehunter, поэтому они не боялись MIPA в первой игре, но не смогли все-таки затощать. Вопрос уже про вторую игру и про то, что они очень хорошо справились с попыткой Cloud9 забрать Рошана на первом уровне. Но вопрос Кейси, наверное, всех интересует этот вопрос, когда именно они поняли, что команда Cloud9 на Рошане, и когда они сообразили, что надо туда идти. И они только начали с ним. И ониonseюм убедительно перебирать по конкуренту. Но они в чем-то которые отмышлены, но у них есть то, что блоки с команды «Рошана». Но и выгоды, они думали, что они уехали. И последнее время я обрабатывала, что я сделал что-то, чтобы танк первый играть с Blizzardом. И потом смотреть на Лошаном, что они уехали. И это что-то, мы думали что-то там, они думали, что они будут打. Во время еще драфта Cloud9, Вич и Гейминг собирались пойти в джангл и заблокировать все спауны в лесу для Энигмы. Но два игрока подумали, что учитывая пик Луны, они вполне могут пойти на Рошана. И Ротикей сказал, что четыре игрока идите в джангл, а я проверю Рошана. И они смогли кое-что противоставить, зайти вовремя на Рошана. Ну и, соответственно, смогли выиграть эту драку. Удачи! Спасибо за интервью. Самый разговорчивый, наверное, из представителей Азии, это Ротикей. А зачем ему вообще переводчик? По-моему, он нормальный. Он лучший переводчик из своего по-английски. Ну, собственно говоря, очень уверенно. Он объяснил ситуацию с Рошаном, то, что вот они как бы... Собирались вардить джангл, но два игрока. Да. И, видимо, толпа тут ни при чем, хотя... Хотя... Как-то они пошли вардить джангл, там все оказались рядом. Да, ну просто он, получается, объяснил это так. Значит, я послал людей в лес, а сам пошел Рошана протягивать. И тут я такой гелем по четырему, и мы их убили. А эти... Они как бы завардили уже, что ли? Ну, в общем, бог с ним. В любом случае, это не вишит. Он точно виноват. Даже если они что-то там услышали. Ну, конечно, даже если услышали. Это такие условия проведения, все-все прекрасно в курсе. Это Cloud9. Очень зря этим заниматься решили здесь. Вот уходят на сцену. А у нас на сцену, да, заходят уже ДК и LGD. Ребята готовятся к матчу продолжения. Напомним, что LGD ведут со счетом 1-0. Очень обидное поражение вчера было у ДК. После лидирования в 20 тысяч голды, 20 тысяч экспы. Умудрились, ребята? Смайл с тобой не... Да, Смайл с тобой не согласится по поводу... Обидного поражения. Он, наоборот, именно хотел, чтобы ДК проиграли. Нет, я имею в виду обидное поражение для ДК. Я это не думаю. Да, вряд ли ДК доволен, что они проиграли. А не для Смайла. С преимуществом 20 тысяч. Смайл... Смайл грустит сейчас наверняка. Да, Смайл сейчас действительно не до чего-либо. Ему действительно очень грустно сейчас. Вот, ну, собственно, LGD. LGD и Decay. LGD считались... Вот у нас тут так было принято, что... Ну, и чуть ли их не списывали со счетов уже после групповой стадии. После первого группового дня. Вот. Но потом оказалось так, что когда они боролись уже за место во втором плей-оффе, они выиграли там, потом дальше. В плей-оффе они уже прошли. И сейчас они набрали уже такую хорошенную форму. Вот. Они выиграли у IG, что на самом деле много очень стоит. Ну да. И ДК они вчера показали отличную игру. Видно вообще, что они готовы биться, как тигры. А он, как тигры, они готовы, в общем, биться. Потому что вот как раз... Ну, это нам показывают еще Vichy Gaming Flawnine. Это... Ладно, давайте. Потому что, ну, вот по игре ДК вообще, вот даже по их игре против EG, вон той непонятно, чего они вообще хотят от игры. Какой-то полу-спид-пуш, полу-пуш, полу-пу-что-то-что-то. LGD, дефилис-дефилис, потеряли две стороны. В один момент просто пошли и сказали, и показали, точнее, кто здесь вообще что может. То есть мне очень понравилось, как LGD играют. Вообще, когда команды вытаскивают, ну, как бы из такой ситуации, это дорогого, очень дорогого стоит. Мне кажется, они могли вообще сейчас загореться еще сильнее. На самом деле, да, очень слаженный теплей у LGD. Намного выше, чем у ДК. Ну, я не удивлюсь, если сейчас LGD будет выглядеть лучше, чем ДК даже. Это очень-очень, на самом деле, сильный такой буст для морально-волевых качеств игроков, для команды в целом. То есть сейчас ожидаем просто-напросто Львов выйдут на сцену, точнее, вышли уже на сцену. А Кейси тем временем нашла Айс Айс Айса, и они еще раз встретились. А Кейси говорит, что ей очень-очень понравилось, как Айс 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 играл в матч Айс. А у Старса Айс 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 спрашивает, а что я такого сделал. Ну, вы типа показали хорошую игру, но Феррари слишком Трайхарда. Отдохнули ли они после вчерашнего матча? Вы были наверняка разочарованы вчерашней игрой, учитывая, что вы очень хорошо взяли драфт и чувствовала, что вы можете победить, но потом не смогли дожать. И Айс 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 говорит, что он действительно разочарован таким сливом. И ключевым моментом было именно то, что они боялись пушить, они боялись заходить на хайграунд. Кейси спрашивает, хорошо ли то, что у них было иметь вечер перерыва между играми. Айс 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 говорит, да, потому что обычно наша команда очень зависит от морали. Если проиграют они первую игру, они проигрывают и дальше, потому что вспоминают WCP, когда они проигрывали подряд игры, именно потому что не могли собраться. Действительно, команда ДК, она и когда играла еще в ветке Венеро против Evil Geniuses, первую игру они показывали хорошую, там она более-менее на равных шла, и 54 минуты действительно команды очень сильно сражались. Вторую игру ДК откровенно слили. То есть, как и сказал Айс Айс Айс, у них очень все зависит от морали, и после одного поражения оно у них уже идет по какой-то такой накапе. Для них это плюс, что вчера был перерыв для LGD, это может и минусом быть. Айс 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 также сказал же, что... О, у нас появляется новое интервью. Потрясающая игра, все до сих пор говорят о ней. В чем заключалась именно ключ вашей победы, возвращение после потери двух сторон, после такого отставания. Они очень-очень долго ждали, чтобы получить возможность, возможность зайти на их аграунд, и потом они заунынили это, либо сейчас, либо никогда. Смотря на текущий момент, перед следующей игрой, думали ли вы о том, что можете попасть в гранд-финал? Как вы на это смотрите? Они никогда не думали о том, чтобы проходы в гранд-финал. Они просто хотят работать шаг за шагом, потихонечку. Что-то маловато пока болельщиков LG Deep. Они будут прибавляться здесь с такой игрой, я смотрю. Я, честно говоря, ожидал, что сейчас будет просто после вчерашнего всплеск. А может быть, здесь совершенно другие люди? Ну, строят вакханалию, хотя, возможно, и так, конечно, несомненно. Ладно, быстренькие прогнозики. Как вы думаете, кто одолеет? Ну, мне кажется, вот ДК СС сказал, что они поняли, почему они проиграли, потому что они боялись пушить. Надо было пушить раньше. То есть работа над ошибками придена. Я думаю, ДК все-таки имеет больше шансов, чем LG D, эту серию выиграть. Это не быстренькие. Быстренькие – это ДК. Ну что ж, давайте смотреть за этим противостоянием. ДК против LG D. LG D ведут 1-0, и мы передаем слово нашим комментаторам. Вам слово.